Привет, это Навальный. Вот держу в руках бумажку, которую переслал мне наш отдел расследований. И с одной стороны, я хочу ее просто вот немедленно в ярости разорвать. С другой стороны, я не могу это сделать, потому что хочу вам зачитать эту бумагу и предполагаю, что вы тоже впадете в ярость, увидя эти цифры. Это документ о закупках предметов интерьера компании «Роснефть». Ну, точнее, одной из ее дочек, это не так важно. Я напоминаю вам, что «Роснефть» — это крупнейшая государственная нефтяная компания. То есть по закону она принадлежит вам, уважаемые зрители. Ей управляет непосредственно правительство России, наше правительство, и оно назначает все руководство компании. Мало того, фактически компанией управляет лично Путин, который со своим ближайшим другом Игорем Сечиным рулит важными вопросами внутри этой компании. Так вот, я вам сейчас зачитаю стоимость некоторых предметов интерьера, закупленных компаний, принадлежащей государству, в котором 19 миллионов человек живет за чертой бедности. Я думаю, что у половины из тех, кто смотрит сейчас это видео, зарплата меньше, чем 30 тысяч рублей. И вот вы особенно насладитесь тем, что компания «Роснефть» закупила рюмка для водки по цене 11 тысяч рублей. И в это же время зарплата учителя лицея в Тамбовской области составляет 7 тысяч 500 рублей. Щипцы для льда за 36 тысяч рублей. В это же время зарплата грузчика в Новосибирске составляет 23 тысячи рублей. Щипцы для сахара за 29 тысяч рублей. Нельзя их купить за зарплату подземного горномонтажника, который получает в Кемеровской области, 25 тысяч рублей. Салфетница за 32 тысячи рублей. Увы, электрик в Нальчике, получающий в месяц 30 тысяч рублей, не сможет купить ее, даже отработав целый месяц. А «Роснефть» может. Плед бежевого цвета за 124 тысяч рублей. Можем себе позволить. Ну мы же не какие-то там, я не знаю, врачи-терапевты из Ростова-на-Дону, получающие 16 тысяч рублей в месяц. Икорница. Икорница за 83 тысячи рублей. Ну а что, доступная вещь. Всего лишь каких-то два месяца должен работать машинист электропоезда из Нижнего Тагила, чтобы приобрести такой стильный, необходимый в доме предмет. Ну и так далее. И глядя на это все, я хочу сказать, что эти люди, захватившие власть в России, Сечин и Путин и Медведевы, они реально спятили на тему роскоши. Ну вот куда это все? Зачем это все? Это ведь все фактически демонстративно швыряется в лицо людям, которые просто с трудом выживают. И если вы, между прочим, думаете, что это какая-то супер уникальная закупка, и Роснефть покупает эти предметы на случай, если Господь Бог сойдет на землю и скажет, а ну-ка принесите-ка мне икры в самые лучшие ваши икорницы, то нет. Они покупают это для вертолета. Ну ведь в самом деле нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледа бежевого за 124 тысячи рублей, рюмки для водки за 11 тысяч рублей и щипчиков для сахара за 29 тысяч рублей. Это же будет не полет, а просто какая-то катастрофа. Лично я вообще не выхожу из дома без щипцов для льда и салфетницы, а уж Сечин тем более. Они обнаглели и никогда не остановятся. Вот вроде бы логичный вопрос. Зачем они дразнят народ вот этим? Что должен чувствовать пенсионер, глядя на такие закупки? Что подумает дальнобойщик, с которого прямо сейчас пытаются содрать дополнительные налоги, одновременно закупая икорницы по 83 тысячи? Логичный ответ. Не надо этого делать, не надо дразнить, не надо раздражать людей. Сейчас ведь ни у кого нет денег, сейчас довольно тяжелая жизнь, но разгадка-то в том, что они просто не могут остановиться. Они не могут прекратить этот пир во время чумы ни в большом, ни в малом, ни в дворцах своих, ни в столовых приборах. Но вот посмотрите, вилка у них 11 тысяч рублей за штуку, нож 12 тысяч рублей за штуку и, блин, чайная ложечка за 14 тысяч рублей за штуку. И это безумие не остановится до тех пор, пока мы будем молчать. Я вот вас очень прошу, если у вас есть знакомый, который получает месяц меньше, чем стоит эта чертова салфетница за 32 тысячи рублей, но вы отправьте ему это видео, чтобы он лучше понял, что такое правительство России, что такое государственные компании России и куда уходят его деньги. И, пожалуйста, сделайте еще две вещи, которые раздражают нашу власть больше всего. Первое. Поставьте подпись за мое выдвижение на президентских выборах. Ссылка есть в описании. И второе. Обязательно приходите на антикоррупционные митинги 12 июня, которые пройдут по всей стране. Уже 193 города записались. А то ведь мы сидим по домам, но вот они считают, что мы вообще все согласны с тем, что они покупают себе за наш счет чайные ложечки за 14 тысяч рублей. Но мы-то не согласны. Лично я вот вообще с этим не согласен. Поэтому 12 июня я пойду на наш мирный митинг для того, чтобы об этом сказать. И вы присоединяйтесь, и подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят правду». Субтитры сделал DimaTorzok